Плата, ты пожилой? Пожилой? Пожила? Да на ютку Да, молодец, у меня ручка молодец Да, у меня ютку Так, еще давай пойдем Здорово, народ С вами Леха, сегодня будет маленький легкий ролик про вытяжку Сейчас кухня выглядит вот так В принципе уже показал Мы уже две недели как бы живем тут, обживаем Тут полный бардак, ну естественно Есть хорошая новость Детали для кухни будут завтра Поэтому мы скоро уже начнем собирать комплекты Ну и будет ролик Долго ждал И вот, сегодня сделал вытяжку Быстренько, простенько, вышка не новая Вытяжка Вот она, отдали Ну нормальная стоит десятку Ну, сами понимаете Маленький бюджет Бурить буду тоже Не как нормальные люди Ладно За работу А перед тем как мы начнем Небольшая рекламка Вы уже преодолели Новголева И привилития Деминов Теперь вы можете это сделать Потому что спонсором этого ролика является Рейд Shadow Legends Исследите миллионы комбинаций чемпионов И обладеваете бесчисленными тактиками Сажаетесь с рейдовыми боссами Находите подземелья Сажаетесь в летных компаниях Или сажаетесь на пвп аренах с другими игроками Общее количество игроков в рейд Достигло уже почти 77 миллионов А в этом месяце рейд запланировал Насыщенный график ивентов Которые начнутся этим летом А так же масса нового контента И как всегда В игре выходит куча совершенно новых чемпионов И каждый из них выглядит просто потрясающе Так же есть новая ротация Роковой башни Которую определенно хочу закончить в этом месяце Так что собираюсь призвать Как можно больше новых чемпионов Чтобы посмотреть Смогут ли они помочь мне достичь вершины Друзья Каждый ваш переход по моим ссылкам Поддерживает мой канал Помогите мне собрать 45 инсталов Так чего же вы ждете? Прямо сейчас Переходи по ссылке в описании под видео И сканируй QR код Скачай рейд только по моим ссылкам И в качестве нового игрока Получи 1 древний осколок 200 тысяч ребра Бустер опыта Колу выполнения энергии А так же крутого эпического чемпиона Чонору Все эти бонусы будут действовать в течение 30 дней Ссылочка на данную игру будет в описании Ну а мой монтаж вытяжки начался с разметки Разметил таким образом Все идеально по уровню Между двух тройных розеток Потому что ниже под вытяжкой будет находиться варочная панель Если кастрюля будет стоять на варочной панели перед розеткой Это будет не очень комфортно Вытяжка обычная нестандартная Такой полуконусной формы Поэтому если один человек ее держит Второй разметить ее уже никак не сможет Тут уже на помощь кого-то второго Жена в этом плане идеально подойдет Разметили Теперь один держит пылесос А второй делает отверстие Все по старинке Все по классике Рассверлили Выдули Забиваем дюбели По газобетону Использовал я десятку Ну чтобы уж наверняка Чтобы прям крепко Хорошо держалась Вытяжка не легкая Поэтому Думаю Думаю будет самое то Наживляю два самореза Оцинкованных Не черных И на них уже вешаю саму вытяжку Примеряем будущую посадку Для разметки вентиляции Ну а теперь осталось Вставать пластик Пластик в будущем Оденется на саму вытяжку И когда вы Оденется на вытяжку Уже на фасаде С внутренней стороны Я сделал разметку карандашом Чтобы в будущем просверлить Вот так выглядит заготовка Пока не силиконе Пока просто собираю Теперь примеряю ее на вытяжке Делаю разметку карандашом На фасаде Хорошо что стены белые Как удачно Выбираем И теперь будем сверлить Тут сразу оговорюсь Что мой выбор Паул на бур Длиной 40 см Почему не на коронку На 108 И там 110 Не помню Потому что коронка стоит 2 500 на моем магазине Плюс еще удлинитель Чтобы пройти 40 см Стенку Это еще 600 рублей Итого 3 100 Стоит коронка С удлинителем Для перфоратора Мой вариант бюджетный Я бы использовать Обычный бур Длиной 40 см И пылесос Мне этого хватит Разница в чем Разница в том Что потрачу С убиванием Со сверлением На 20 минут больше Чем если бы Я купил коронку Но зато я сэкономлю Больше 2 500 рублей Тут каждый смотрит под себя Есть деньги Покупаем Нет деньги По старинку Ничего страшного Если все это перевести В деньги То получается За 20 минут Я заработал 2 500 Либо сэкономил Семейный бюджет Ну а теперь По старинке Берем мою стамеску И киянку И Делаем аккуратно Ровное отверстие Ну так как это не бетон И не кирпич А это газобетон Стамеска идеально справляется Поковырялся я Около 15 минут Ничего страшного Зато было быстренько И аккуратненько Хотя нет Это было не быстро И это было не аккуратно Но ничего Топорный способ Все еще практикуется В дальнейшем Пена все закроется Исправит А штукатурка Будет вообще идеально Сначала с внутренней стороны Докуд достал А потом снежный Не повезло На улице был дождь Поэтому приходилось Работать в не очень хороших условиях Что касаемо самой вытяжки Вытяжка да не новая Но нормально Главное что она рабочая Тут не работал свет И работает только одна скорость На выдув Скорость средняя Тут три скорости И все сделано Решил скрутки все полностью разобрать Посадить их на клеммы И саму рамку для клеммы Прикрепить На бывшую пластинку Пластмассовую На которой были эти скрутки Это лучше Пока ничего не замкнет Все будет работать И самое главное Эти контакты не будут в масле В этом жире Ну готово Самую клемму прикрепил К бывшей подставке Пластмассовой Она держалась на двигателе И провода закрепил стяжкой Ну и сверху Где-то здесь есть колпачок Этого вполне хватит И по кругу сейчас еще изолентой пущу Потому что все равно Жиры и масла будут оседать Эти контакты Нужно как-то сохранить Сейчас обмотаем Ну и она сейчас Хотя бы минимум год еще прослужит Ну а там уже Прикупим новую Ну хотя бы полгода Для кого-то хлам А для кого-то вещь Так Ну и сразу все подключу Так Вот вытяжка Так Этот проводочек мне и нужен Так Это у нас Так Это лента Это пока туда Ну что Подключаем И проверим Так Так Ну замотал Лентой В принципе Контакты все обмотаны Масла не спадет Попробуем запустить Так Свет есть Так Что мы тут Приложим Ну да нормально Ну все можно вешать ну а теперь осталось только аккуратно закрепить уже основательно полностью к стене закрепить нашу трубу насквозь фасада и к ней уже самопереходник с вытяжки на фасад трубы будут также пластиковые но также как посмотрел других самостройщиков это внутрь самой трубы они используют пенофол это чтобы не было зимой конденсата чтобы конденсат не брать не образовывался там не было наледи и лишней воды также на всякий случай трубу необходимо закрепить если получится под углом где-то 23 градуса чтобы если будет конденсат он выходил на фасад на улицу они внутри не вытяжку также на всякий случай я использовал два клапана первый клапан стоит с внутренней стороны перед отверстием перед выходом на улицу а второй клапан стоит уже на фасаде с внешней стороны ну а теперь всю эту конструкцию я собираю полностью на силикон первый раз был косяк конечно я все использовал на клей монтажный ну скажем так подсмотрел не у тех людей поэтому сейчас всю вентиляцию собираю только на силикон потому что в будущем возможно просто почистить что-то изменить поднять опустить я даже не знаю когда мне бы следующая вытяжка такой же модели в стыб будет поэтому разбирать придется поэтому на всякий случай использую силикон но осталось сделать легкие работы на фасаде вот так выглядит получается моя основная труба немножко большая сейчас подкоротим внутреннюю часть я запенил чтобы мостики холода не проходили и чтобы сама труба не шаталась надежно мертвого зафиксировал да всякий случай трубу еще попшикал водой так как пену с водой хорошо контактить вот так выглядит вытяжка ну а теперь ее необходимо немножко укоротить укоротил где-то на 15-18 сантиметров от фасада так как будущем еще будет утепление сколько там съест утепление не знаю сантиметров 10 15 возможно точно поэтому лучше иметь запас если будет запас то отпилить я всегда смогу а вот если будет не хватать то придется опять что-то лепить выдумать как видите я использую второй клапан это уже на выходе один на входе 2 на выходе и конечно тут на съемке не видно но труба зашла у меня под наклоном получается начало трубы верхняя точка находится внутри а нижняя на выходе уклон где-то 5 градусов поэтому если каким-то чудом будет управляться конденсат он будет стараться выйти наружу они внутрь то не вытяжку вот так выглядит вытяжка снаружи а вот так уже готовый вариант так выглядит вытяжка внутри но осталось закрытие колпачком по бокам скорее всего будет плитка а сверху будет какой-нибудь шкафчик с каким-нибудь элементами но это не точно пока еще до конца мы это не решили но скоро уже вот-вот решится провод который видите справа это подсветка все закрепили вот так она будет смотреться да вытяжка не новая да зато бесплатно все работает все исправно на сам бур и сами крепления то есть на проходить на прохождение фасада плюс силикон ушло ровно 1000 рублей поэтому это не так уж и дорого ну естественно бонус в конце могу обрадовать что нашел и детали для кухни вот конечно не новые да понимаю но у меня сейчас в положении нет такой суммы чтобы пойти и вывалить 300 тысяч сразу на кухню максимум что могу засунуть руку в карман нащупать болт понять что дела очень плохи и искать альтернативу благо сейчас есть интернет альтернатив очень много каких только выдумок нет поэтому буду делать из того что смогу из того что смог достать очень много лдсп достал поэтому буду подгонять под готовые наши размеры то есть буду лепить ее полностью сам об этом уже мы начинаем серию роликов сначала сделал распилочный станок но потом собирать кухню ну на этом принципе все само-самоустройщик лёха увидимся пока пока и и и и и и и и и